Друзья, всех приветствую на мероприятии в нашем офисе Москва РЦ3. Сегодня мы соберлись, чтобы послушать какую-то информацию о продукции. Я решила дать такую тему для начала, для разогрева, скажем так. Это в принципе, почему надо пить воду, потому что у многих людей очень много каких-то непонятных конструкций в голове по этому поводу. То есть, почему надо пить воду вообще, для чего ее надо пить, сколько ее надо пить, и, соответственно, как себя приучить вообще ее пить. Потому что я знаю лично, тоже очень много людей, кто воду совершенно не пьет. Ну, начать надо, наверное, с того, что все знают, что мы состоим из воды. Это уже в 21 веке, не для кого не секрет. Там 80 плюс процентов, в зависимости от возраста, ну и в принципе, да, от состояния организма. Вот, ну, что значит, да, что мы на 80 процентов состоим из воды. Давайте начнем сверху. Головной мозг. Головной мозг у нас 90 процентов – это вода. И вот чтобы он оставался такой желеобразный, у нас вырабатывается какая же церебральная, да, у нас цереброма, поэтому и есть продукты. Вот, дальше мы опускаем все ниже, да, глаза. Глаз у нас 95 процентов – это вода. Представьте, вообще, я иногда, когда задумываюсь, вот, я как обычно, меня понесло, ну да ладно. На 80 процентов мы состоим из воды. Вот, казалось бы, мы себя трогаем, да, мы такие плотные, мы такие прям, ну, вообще не вода, да. На самом деле, нет, 80 процентов из этого – это вода. Это удивительно. Ну, глаз еще понятно, ладно, да, 95 процентов воды, да, чтобы глаз у нас оставался увлажненным таким, у нас, ну, все знают слезная жидкость, все плакают, да, когда-то. Что происходит со слезной жидкостью у нас? Она по слезным каналам сбрасывается в носоглотку, да, вот мы дышим от того, что у нас там тоже все влажно. У нас дыхание влажное и не сухое. Когда у нас сухое дыхание, мы болеем. Дальше, рот. Два литра слюны вырабатывается у человека в сутки. Вы можете себе представить, вообще, два литра слюны? А мне некоторые люди говорят, да я пью два литра воды, это же нормально. Да у тебя в слюне только два литра-то, понимаете? Вот. Дальше, куда мы опускаемся ниже, да, у нас здесь легкие бронхи. Легкие – это плотный орган, как вы думаете? Или все-таки желеобразные тоже? Желеобразные. Естественно, легкие у нас тоже и бронхи – это желеобразный орган. И бронхи у нас такие круглые отверстия, через которые воздух поступает. И чтобы бронхи у нас не слипались, не высыхали, это тоже вырабатывается специальный фермент, тоже вода. Называется фермент сурфатнат. Надеюсь, я правильно это произнесла, я заучила это слово. Вот. Соответственно, если его мало или если его вообще нет, да, его не вырабатывается, потому что жидкость в органели не поступает, то что получается? Мы вдыхаем, а выдохнуть не можем. И бронхиальная астма. Либо, когда мы не можем вдохнуть, да, а можем выдохнуть, ну, там, неважно, другой вид, там, респираторная бронхиальная астма. Вот. Дальше мы опускаемся ниже, у нас тоже желудок. Опять-таки, да, со своей жидкостью. Желудочный сок. Печень с желчью, да, которая соединется с поджелудочной железой, у которой своя жидкость, поджелудочная железа, понимаете? То есть фактически, если мы начинаем разбирать наш организм по органам, то получается, что у нас везде вода. И вот, ну, да, нет? Ну, правда. И получается, что мы реально начинаем осознавать, насколько мы состоим из воды. Вот эти вот какие-то 80 процентов, они перестают быть, ой, ну да, там мы состоим на 80 процентов из воды, как бы, и что дальше. А вот что дальше, то есть это, соответственно, да, наша кровь. У нас крови 5-7 литров. Она состоит на 90 процентов из воды. У нас лимфы плюс крови тоже 5-7 литров, да? Тут уже 15 литров, там, у нас так это бутыхает. Представляете? А она на 95 процентов состоит из воды. Потом что у нас? У нас даже сердце, сердце, казалось бы, плотный орган, да? Нам 78 процентов состоит из воды. Наша кожа, которую мы трогаем, на 70 процентов состоит из воды. И поэтому женщина, которая пьет мало воды, женщина, которая пьет много воды, как бы, она вот прям заметненько, особенно после 45, скажем так, ладно, да. Так, что у нас еще, да? Мочевой пузырь, понятно, да, там и моча. Так, кожа. Кости. Как вы думаете, сколько процентов воды в костях? 22 процента. Вот в процентах вроде как 22, и ладно. А, ребят, 20 процентов, это вообще-то одна пятая часть кости, это вода. И уже вот так вот начинает казаться, как бы, о-го-го, да? Пятая часть кости нашей, это просто вода. Кость-то у нас водка, ну... Понимаете? У нас везде вода. В каждом у нас в жире наша жировая ткань. Слава Богу, нас я не буду показывать, да? Но она тоже на 20 процентов в жире 20 процентов воды. Тоже пятая часть жира – это вода. Да. И, кстати, вот тоже отвлекусь, но не могу не сказать. И правильные все диеты, когда худеют люди, да не жиром вы худеете, вы вода из жира возымяете. И как только чуть попили, вас снова разнесло. Поэтому худеем тоже правильно. Ну да ладно, это уже так о нашем женском. Вот. Поэтому у нас везде в организме вода. И помимо этого, да, у нас еще нужна вода для формирования, да, пота, для формирования мочи, кала, да? У нас кто страдает запорами – это люди, которые пьют мало воды. Я не видела ни одного человека за свою жизнь, а я в бизнесе оздоровления уже шесть лет. И работаю при том, что с врачами, да, я постоянно об этом говорю. Потому что одно дело – это когда мы, как сетевики, там просто продаем продукты. Другое дело – когда ты видишь регулярно на основе тех людей, кто, во-первых, имеет образование, и, во-вторых, имеет широченную практику и, в том числе, количество пациентов на том, как работает продукт и вообще как взаимодействует и работает наше тело. И все говорят, да, по плодам его, да, узнаете его, да, вот плоды условий. Ну, не буду в религиозную тему уходить, да, но, тем не менее, если здесь у нас, у врачей, да, кто занимается, вот в частности у моих врачей, ну, я, да, похвастаю стопроцентное излечение другого заболевания. Ну, не буду их перечислять, потому что некоторые, да, там у нас плечатся только на официальном уровне государства, но, тем не менее. Почему это происходит? Потому что, ну, где-то что-то значит традиционной медицине, мы не выгоняем о том, как работает наше правительство. Хотя, прикласьте, ладно. Продолжим, проработаем. Так вот, не встречала ни одного человека за свою жизнь, вообще, и за 6 лет, что я работаю в сфере оздоровления. Если через меня приходят просто, ну, сотни тысяч людей, я бы сказала, да, за эти годы, кто страдал бы повышенным давлением, кто страдал бы инфарктами и инсультами, либо же запорами, кто пил бы достаточное количество воды, да. Мы спросим себя, сколько это достаточное количество воды. На самом деле, никакие не 30 миллилитров, которые говорит ВОЗ, да, для тех, кто хочет покопаться подробнее, поищите в интернете, что такое организация ВОЗ, кто ее, собственно, как бы, и чего еще они собственники, и как бы вся эта вот теория конспирации, она вылезет. Но при всем при этом, да, медики, которые имеют стабильную практику исцеления заболеваний, там, не традиционной медицины, да, БАДами и так далее, и так далее, теми же апобиотиками, они подтверждают, что пить надо 50-70 миллилитров воды на килограмм тела. Вот я, например, вешаю 62 килограмма, мне надо пить 4 литра 300 миллилитров воды в день. Кто-то удивился? Да, ну, кажется, что много. Кажется, что много, но я, на самом деле, около 4 литра и пью, там, чуть больше, чуть меньше, но примерно 4 литра воды в день я пью. Вот, дальше мне очень часто любят говорить, особенно люди пожилого возраста, да, что, ой, да вы что, это же будут болеть почки, будут отеки, там, и так далее. На самом деле, я вас удивлю, открываем, ну, медицинскую энциклопедию, читаем, что у нас почки прокачивают, внимание, 180-200 литров первичной мочи в сутки. 200 литров вообще как-то в нас, да, так, туда-сюда, туда-сюда. Что есть 4 литра? Дормально, ну, мы начинаем видеть, да, масштаб, как бы, трагедии, на самом деле. Если 180-200 литров у нас прокачивают почки первичной мочи, понятно, что она не выглядит как моча, да, для тех, кто не знает, там, это больше выглядит как плазма, и дальше там происходят другие процессы в нашем организме. Становится понятно, зачем вообще пить. Но самое интересное, что эти 180-200 литров почки прокачивают вне зависимости от того, пьете вы воду в жизни своей или не пьете. Только если вы воду не пьете, вот эти вот 200 литров через почки проходящие, они очень густые и очень вязкие, и почки испытывают колоссальную просто нагрузку, отсюда мы получаем все заболевания почек. И камни, и, в общем, все остальное. Почки очень быстро изнашиваются. А если мы пьем воду, то те же 200 литров, которые проходят, они очень тягучие, ну, как водичка, да, мягкие, и почки спокойно справляются со своей нагрузкой. То есть нагрузка эта присутствует в организме вне зависимости от того, пьем мы или не пьем. Только последствия мы получаем всегда разные от того, что мы делаем. Вот. Теперь про отеки, да. Когда мы не пьем воду, кровь у нас густая и вязкая. Кстати, приведите, да, инфаркты, инсульты и все остальные дела. Почему я сказала, что я ни одного человека-инфарктника не видела, чтобы он пил 4 выше литров воды в день, и сказали бы мне, что у него инфаркт. Ни одного за свою жизнь. А я из династии медиков. Кстати, для тех, кто не знает, я очень хорошо знакома и со статистикой, и с огромным количеством пациентов, которые через всех моих родственников всегда проходили. Вот. И, естественно, эти темы поднимаются регулярно, да, за семейными обедами, там, и так далее. Вот. Ни одного человека пил бы достаточное количество воды. А теперь про отеки. Когда кровь густая и вязкая, она идет по сосудам, по нашим венам. Ну, во-первых, это нагрузка на сердце и легкие, да, которые толкают кровь. Во-вторых, она густая и вязкая. А она что делает? Она растягивает сосуды. Стенка растягивается со временем, истончается, становится пористой. И вот через эти поры выходит жидкая фракция крови за пределы сосудов, в околососудистом пространстве. И вот они, большие отеки. Понимаете? И сама кровь становится еще более густая, еще больше нагрузки, понимаете? Еще дальше деградация сосудов происходит. Поэтому, когда мы пьем и кровь жидкая, вот, пожалуйста, вам не будет отеков. И поэтому, да, во время адаптации, если вдруг вы никогда не пили воду, и вдруг начнете по той методике, которую я вам даю, очень опробованной на огромное количество людей, сейчас расскажу, как себя приучить пить воду. Вы увидите, что ваши отеки исчезнут, почки перестанут болеть, ко мне не будет, вес снизится, да, кожа и все остальные органы придут в прекрасном состоянии, и вы получите исцеление многих заболеваний, вообще не принимаете никакие БАДы, там, и так далее, да. Так вот, про что я говорю? А, про как себя приучить, значит? Есть такая технология. Нужно всего лишь около месяца проявить, естественно, да, дисциплину, ну, какую-то последовательность действий, потому что, ну, без нее мы вообще в жизни никуда не продвигаемся, не проявляя, да, какое-то усилие, ну, не скажу, что насилие, но усилие на собой. Каждый час мы заводим просто будильник, неважно какой, и он пикает каждый час. И каждый час мы идем, в то время, пока мы бодрствуем, соответственно, да, там эти, там, 8-10 часов, и стараемся выпить стакан воды. Да, когда мы проснулись только по утрам, мы можем выпить один-два стакана прям в легкую. О, мы молодцы! На следующий час там это может быть уже тяжелее. Будет у вас какой-то час, когда вы сможете выпить только, там, два-три глотка из этого стакана. Но цель у нас всегда стакан, понимаете? И как мы пьем? Не так, что, ой, я вот в этом часе не в настроении выпить, там, стакан выпьет три глотка, нет. Мы пьем так, что мы пьем-пьем-пьем, фу-фу, все, не могу больше. И еще два глотка, понимаете? Вот так пьем. Потому что организм приучается через небольшое усилие. Конечно же, в первое время, да, ну, могут быть немножко и отеки, и все. Но вы в первое время не сможете выпить по стакану воды в час, понимаете? Все равно организм просто не будет пускать. Поэтому это все равно займет время для адаптации. И, соответственно, постепенно тоже будут, ну, переформатироваться процессы в организме, органы там по-другому работать и так далее. Вот, дальше теперь еще встречаю такое возражение, когда люди говорят, что у меня же вот мочекаменная там болезнь, я начну бегать в туалет постоянно и так далее. У нас ничего пузырь, если вы не пьете воды, и у вас там, ну, достаточно мало мочи, вы мало писаете, извините за выражение. Потому что какие стенки, знаете, вот они как выглядят на снимках, там, МРТ, да, или взять такие вот, как, здесь вот нету, да, такие вот старушечьи щечки, такие вот болтающиеся, знаете, такие вот дрябненькие, дрябненькие. Ну, правда, я когда выглядела, я даже посмеялась, они выглядят примерно вот такими повисшими, такими вот, как повисшая кожа, вот это все. И это почему-то, что они дрябненькие, они не получают нагрузку, и плюс в них самих, они же тоже из клеток состоят, да, клетка у нас состоит из воды в основном, как мы выяснили, да, в нашем организме. И плюс они, ну, вот они вот так вот висят, и все, мы начинаем пить больше воды. И сами эти клеточки наполняются, то есть он так уже подбирается, да, а потом что получается, что стенка начинает тренироваться, количество мочи, и просто мочевой пузырь у нас становится как шарик, то есть он такой очень упругий, очень это, и даже большее количество мочи он спокойно держит, и вы не испытываете позыва в туалет, ну, так часто, как если вот вы начнете сразу по стакану пить каким-то чудом, да, каждый час там это. Вот, и все, это все привыкается, то есть организм у нас это потрясающая машина, способная к самовосстановлению при условии, если мы даем ей правильные условия бытия. Ну, а чтобы, как я говорю всегда, да, у нас наша жизнь – это результат наших действий, а наши действия – результат наших мыслей и чувств. Так вот, ну, чтобы делать правильное действие, да, мы должны понимать хотя бы, да, что мы делаем. И, в принципе, вот с этой целью я это видео сегодня снимаю и вам сегодня здесь рассказываю. Вот, теперь про продукцию компании Imperium Group, да, аквабиотики. Давайте я задам сначала такой вопрос. Как вы думаете, вот эта вот вся жидкость внутри нашего организма, она перемешивается? Нет. Ну, наверное, вообще-то нет. Желудочный сон, тут кровь-то не попадет. Нет. Кажется, в своей жизни. Но, тем не менее, взаимодействует ли она? Ну, взаимодействует. Естественно, взаимодействует, потому что мы единое целое. И одно вытекает из другого. Да, каким образом может взаимодействовать вода, которая не перемешивается, да, это тут мы уже погружаемся больше в физику, те, кто в школе хорошо учился по физике, как бы сейчас уже начинают что-то вспоминать, да, с помощью вибраций. Поэтому у нас каждый орган вибрирует, а вибрация измеряется в герцах, каждый орган вибрирует своей частотой в герцах, да, и так далее. И вот этими вибрациями и происходит взаимодействие жидкости в нашем организме. Ну, и вообще, в принципе, наша жизнь. И, соответственно, что у нас в акобиотике? У нас химическая формула – это H2O, просто вода. Но мы уходим от химии, мы идем в физику. Это H2O в каждом бутыльке изменена на физическом уровне. Другие вибрации. И здесь есть два типа акобиотиков, да, одни – это общие вибрации на весь организм, а вторые такие узкоспециальные, да, специализированные, то есть прицельные по каждому органу. Вода попадает, мы в шипе, в рот, вода попадает к нам в организм, и через вибрации, да, через слюную жидкость и так далее это все передается. А герцы – это у нас физика, да, взаимодействие воды – это уже квантовая физика. Скорость квантовых процессов – это 300 тысяч каких-то умопомрачительных километров в секунду, то есть мгновенный эффект. И этим, кстати, вот и объясняется вот этот эффект, когда люди, ну, особенно, да, когда мы касаемся зрения, глаз, который 95% состоит из воды, мы капаем в глаза, то где-то 95% людей получают мгновенный эффект. Здесь я, наша любимая таблица Сивцева, да, к сожалению, сегодня забыла принести, но эту строчку я не видел, закапывал глаза, а теперь я вижу все, да, и у людей, естественно, вот этот вот вау-эффект, он как раз-таки это ничего, это не колдовство, это ничего, это просто, ну, квантовая физика, признание процессов в нашем организме, как они происходят. Вот, на этом я бы хотела закончить про моду. Самое главное, что я хочу, чтобы вы вынесли из этого моего рассказа, это то, как себя приучить. Потому что, действительно, 300 дней – это совершенно немного, ну, кому-то 45 надо, да, там, сильно ленивым, которые пол-литра воды пьют обычно, да, в сутки. Вот, ну, это ведь, действительно, это всего лишь 45 дней нашей жизни. Всего лишь каждый час ставить будильник, да, и, как бы, такие простые действия приведут к колоссальному просто изменению нашего здоровья. Все, у меня на этом все. Спасибо, что послушали. Спасибо. Спасибо.